Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» – это прекрасная компания, которая привезла 200000 очень качественных запчастей из Европы специально для вас. Сейчас мы находимся на третьем этаже нашего огромного шестиярусного склада. Посмотрите, сколько здесь кузовных деталей. Помните, у нас честная цена и быстрая доставка. Прямо сейчас встречайте разбор долгожданного мотора от Mercedes M112. Двигатель M112 – это первая V-образная шестерка для автомобилей Mercedes. До этого компания обходилась рядными шестицилиндровыми двигателями. Данный двигатель получился компактным и легким. У него легкосплавный блок. Угол развала между полублоками 90 градусов, а в приводе ГРМ двурядная цепь. В головках блока по одному распредвалу. На каждый цилиндр по два впускных и один выпускной клапан. Гидрокомпенсаторы присутствуют. Также есть одна особенность этого мотора – по две свечи на каждый цилиндр. Впускной коллектор здесь изменяемой длины. Данный двигатель существует в пяти вариантах рабочего объема – 2.4, 2.6, 2.8, 3.2 и 3.7. Разница рабочих объемов достигается не только несколькими вариантами хода поршней, но и разнообразием вариантов диаметра цилиндров. Данные двигатели выпускались с 1997 по 2005 год и прекрасно масштабировались под все заднеприводные и полноприводные модели Mercedes. Данный двигатель ставили на C, E, S-классы, также на кроссовер ML, также на Гелендваген знаменитый, на купе SL, SLK и CLK, на бусы Vita, Viana, а также данный двигатель ставили на Chrysler Crossfire V6. Двигатель М112 поразил своей технологичностью и долгие годы держал марку. Стоит отметить, что нареканий по нем немного. Данный двигатель не терпит экономий на обслуживании. В данном моторе есть небольшой врожденный масложор, который может вырасти до катастрофических величин из-за проблем системы вентиляции картерных газов. С годами двигатель М112 может начать вяло запускаться либо же запускаться со второго или третьего раза. В большинстве случаев виновником является обратный клапан, который находится в погружном бензонасосе. Дело в том, что из-за этого клапана не нагнетается требуемое давление топлива в 4 бара. Если после остановки двигателя давление топлива в рампе падает до бара и меньше, то тогда надо разбираться с обратным клапаном. Также в погружном бензонасосе находится регулятор давления топлива. Если давление подачи в топливной рампе меньше 4 бар, то тогда надо разбираться с бензонасосом, а также с регулятором давления. Известная проблема двигателей М112 от Mercedes связана с тем, что двигатель глохнет или не заводится, когда уровень топлива в баке достигает половины. Скорее всему виной эжекционный насос, который передкачивает топливо из левой половины бака в правую, там где находится погружной бензонасос. Датчик положения коленвала является виновником того, что двигатель М112 может глохнуть на ходу, глохнуть на светофорах, не заводиться, а также работать с пропусками. Зажигание почти во всех цилиндрах. Любопытно, что эти симптомы происходят только на горячем двигателе. Когда двигатель остывает, то он заводится как ни в чем не бывало. В этом случае надо поменять этот датчик положения коленвала. Но проблема в том, что он находится в труднодоступном месте сзади слева на двигателе. На двигателе М112 установлено 6 катушек зажигания, каждая из которых обслуживает по 2 свечи зажигания. Итого 12 свечей. Данные катушки ходят хорошо. Обычные нарекания не вызывают. Каждая катушка по оригиналу стоит 140 долларов. Хорошие заменители втрое дешевле. Нарекания данной катушки вызывают из-за окисления контактов на свечные наконечники, реже из-за межвиткового замыкания. При неисправности катушки зажигания появляются пропуски зажигания, постоянные либо же в момент трогания. При диагностике можно определить неработающий цилиндр. А вот чтобы убедиться, что катушка действительно нерабочая, ее можно поменять местами с любой другой. Номинальное сопротивление первичной обмотки должно быть 0,45 Ом. Вторичный – 4,5 кОм в зависимости от версии катушки. Ну что, нужен колледж, чтобы авто не знало горя. Встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. Нередко наблюдаются течи масла из-под корпуса теплообменника и по стакану масляного фильтра. Как правило, подтекания возникают из-за проблем в системе вентиляции картерных газов. Поэтому ограничиваться только заменой прокладок не стоит. Сам теплообменник со стаканом уплотняется двумя кольцевыми прокладками. Замена их несложная. Но в случае, если течь повторилась через год после замены, значит двигатель имеет проблемы с системой вентиляции картерных газов. То есть повышенное давление в картере. Форсунки на двигателе М112 служат сейчас хорошо. Ну а 10-15 лет назад они погибли от некачественного топлива. Если форсунки засоряются, то это негативно сказывается на экономии топлива. Поэтому если задача стоит в улучшении экономичности двигателя, то тогда и в том числе надо чистить форсунки. В каждой форсунке стоит сетка-фильтр, которую надо выковыривать и ставить новую. Любопытно, что для данного двигателя Мерседес идеально подходят сетки-фильтр из ремкомплекта к форсункам от ВАЗ-2110. Промывку данных форсунок надо делать на специальном стенде, чтобы увидеть равномерность распыления топлива. Дроссельная заслонка установлена сзади на впускном коллекторе. Мало кто ее из владельцев видел. Служит она хорошо и долго нуждается в чистке, если уж двигатель откровенно кидает масло во впуск. Впускной коллектор двигателя М112 легкосплавный, оснащен механизмом изменения его длины. Служит прекрасно и никаких проблем с ним не случается. Не самая приятная особенность двигателя М112 – это закупоривание каналов маслоотделителей, которые находятся в клапанных крышках. Дело в том, что из-за сгустков масла закупоривание узких каналов маслоотделителей нарушается отток картерных газов и также отсев масляных паров. Именно из-за этого двигатель потеет маслом, а также наблюдается течь масла из-под клапанных крышек. В этом случае надо снять две клапанные крышки, снять с них крышки на маслоотделителях, все промыть, затем клапанные крышки поставить на новые прокладки, а крышки маслоотделителей на гермет. При этом надо поменять все трубки системы вентиляции картерных газов. Сильный расход масла, измеряющийся пару литров на 1000 км, обусловлен закупориванием сливного канала, который находится за крышкой заднего сальника коленвала. Обычно это происходит из-за откровенной экономии на моторном масле. В каждой ГБЦ по одному распредвалу. Верхние рокеры приводят по 9 клапанов в каждой ГБЦ. Распредвалов не видно, но зато видно ролики рокеров в отличном состоянии. На двигателе М112 по две свечи на каждый цилиндр. По оригиналу свечи NGK и ридиевые. Поэтому стоит применять свечи такого типа от хороших фирм. К счастью, и ридиевые свечи ходят по 100 тысяч километров. Также стоит осматривать состояние высоковольтных проводов, то есть проверять их сопротивление. Номинал, который на них написан 2,1 кОм. Провода не вечные ходят примерно 150 тысяч километров. Пробивающая искра через провода и наконечники приводит к пропускам зажигания и увеличивает нагрузку на дорогие катушки. Замена свечей зажигания на двигателе М112 не такая и простая задача. Наконечники сдергиваются с трудом, поэтому лучше иметь при себе подходящий ключ. При этом свечи третьего и шестого цилиндра труднодоступны. С данными ГБЦ обычно ничего плохого не случается. Если говорить по состоянию, то мотор ел масло. Это мы видим по нагару на клапанах. В легкосплавный блок залиты алюминиевые гильзы с аллюсиловым покрытием. Обратите внимание, что не магнитится. Вопросов по этому материалу минимум. Блок без труда может пройти 500 тысяч километров. Износ возникает при таких же причинах, как и в блоке с чугунными гильзами. То есть отсутствие масла, хреновое масло, а также перегрев. Стоит отметить, что на поверхности данных цилиндров нет хона, потому что механической обработки гильз не производится. Если говорить по состоянию, здесь все хорошо. Никаких царапин и откалываний мы не видим. Цепь ГРМ на двигателе М112 ходит долго. Может пройти и 300 и 400 тысяч километров. О необходимости замены говорит шелест в районе первого цилиндра. С заменой затягивать не стоит, потому что растянутая цепь может повредить шестерни ГРМ. Тогда их тоже надо будет менять. Цепь можно поменять протяжкой, то есть без каких-либо трудозатрат. Но если шестерни будут повреждены, то мотор придется подразобрать. Также при замене цепи ГРМ надо поменять гидронатяжитель. Состояние шестерен на данном двигателе нормальное. Мотор надо сильно довести, чтобы шестерни изнашивались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Поршни здесь T-образной конструкции. Есть масляный канал для смазки поршневых пальцев. Из особенностей здесь компрессионные кольца с малым преднатягом специально для цилиндров с аллюсиловым покрытием. Именно из-за этого в данном двигателе с завода небольшой масложор. Если говорить по состоянию вкладышей, то состояние шатунных и коренных вкладышей отличное. Визуально коленвал тоже в хорошем состоянии. В блоке есть маслофорсунки. Стоит отметить, что если появляются задиры в цилиндрах данного двигателя, то помочь может только гильзовка, либо новый блок, либо контрактный мотор от «АвтоСтронг-М». Потому что расточки данный блок не подлежит. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok